Как правило, на ранней стадии вылечить болезнь проще, поэтому очень важно вовремя ее выявить. С появлением в республике онкодиспансера и благодаря установленному в нем оборудованию врачом стало проще диагностировать заболевание и назначать лечение. Дана Плиева продолжит. Онкодиспансер начал функционировать в Ингушетии в 2017 году. Здесь проводятся операции по удалению опухоли, если другие методы, лучевая и химиотерапия не подходят больному. Вот такого объекта позволило выявлять заболевание на ранних стадиях и лечить уже запущенный недуг. За столь короткое время здесь поправили свое здоровье около полутора тысяч пациентов и сделано более 500 операций. У нас более 5000, если точнее, то 5127 пациентов со злокачественными новообразованиями. Более пяти лет на диспансерном учете из них находится у нас около 70%. Центр оснащен оборудованием, которое позволяет качественно и своевременно провести диагностику больного. Своевременное обследование пациента оставляет ему больше шансов на выздоравливание. В диспансере применяется как лучевая диагностика, так и эндоскопическая. Мы проводим диагностику опухолевых заболеваний, как на ранних стадиях, в стадии еще маленьких полипов, так и в стадии больших образований. Берем биопсийный материал при помощи щипцов, который заводится внутрь аппарата и отправляем на гистологическое исследование эти материалы. Далее приходит четкий ответ, какой характер опухоли и дальше уже хирурги могут вести разговор об операции. В самом центре присутствует большое количество отделений различных видов раков и заболеваний. К примеру, лечением рака кожи занимается отделение лучевой диагностики. Здесь имеется одно из современных оборудований XL-150. Работает с этим аппаратом Мадина Хадзиева, квалифицированный врач-радиопевт. Сжигаются клетки, на этом месте образуется, так сказать, корка, ну ожог, физиологический ожог, который организм может перенести. Впоследствии там образуется корочка, ну это как любая ранка, покрывается коркой, корка у нас отпадает и в принципе там уже все бывает чисто. На сегодняшний день в онкодиспансерии находится около 80 пациентов и ровно половина пациента этого отделения. Основная популяризация такой терапии – отсутствие хирургического вмешательства. Причин назначения несколько – вид ракового заболевания, индивидуальность организма и мнение пациента. Но основная кроется в возрасте. Большинство больных раком кожи в республике – пожилые люди, для которых риск операции слишком велик. Самый старший пациент, можно сказать, ему было 119 лет. Да, старичок был такой довольно активный, ну и он излечился довольно, ну, прогноз у него был благоприятный. Это был базальный клеточный рак, теменной области головы, ну и все вылечилось, можно сказать. Пациент был благодарен. Если аппарат XA150 лечит рак кожи, то линейный ускоритель используют для лечения рака уже на внутренних тканях и органах. Уникальность аппарата заключается в уменьшенном количестве дозированных лучей, которые поступают в организм человека с разного ракурса. Если бы мы всю дозу будем давать с одного поля, то есть с одного направления, то этот луч будет прожигать на своем пути все ткани. Мы разбиваем этот луч на толерантные пучки, очень много пучков, так, чтобы каждый из них по отдельности был безобиден. А в сумме, когда они сходятся все вместе в центре опухоли, для опухоли это было смертельно. Эту терапию не зря называют органосохраняющей. Из-за отсутствия грамотного распределения лучей в организм человека есть риск получить большую дозу радиации и повредить внутренние органы. Поэтому этой работой занимаются медицинские физики. Перед тем, как пациент приступит к процедуре, они обязаны провести планирование лучевой терапии. Пациента берут на разметочное КТ. То есть имеется в виду ту зону, которую мы должны облучить, мы должны сперва увидеть на КТ. Потом мы эту зону нарисуем и даем физикам понять, где именно нужно подвести лучи. А потом они дальше планируют, как правильно, чтобы избежать лишнего облучения здоровых тканей, они должны таким образом подвести эти лучи. Во время прохождения процедуры в кабинете имеет право находиться только пациент, так как для самих врачей есть риск получить лишнюю дозу радиации. Потому каждый работник в этом отделении носит дозиметр и в конце месяца проверяется на количество полученной радиации. К сожалению, лишняя доза ее получения тоже одна из причин раковых заболеваний. Но кроме них присутствуют и другие факторы, которые приводят к их повышению уже в обществе. Неправильное питание, качество продуктов, употребляемых пищей. На сегодняшний день практически нет на нашем общем столе ничего из продуктов, что при длительном применении не могли бы вызывать локачественное образование. Потому что в основном сейчас пища или продукты питания, они с большим количеством химических добавок. Окружающие среда тоже не становятся лучше. Поэтому все эти факторы, в том числе и генетические, они не способствуют тому, что заболеваемость будет снижаться. Особую значимость решения этой проблемы отметил и в своем ежегодном послании президент России Владимир Путин. Уважаемые коллеги, практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда, рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию. Провести модернизацию онкоцентров. Выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт. Как на государственном, так и на медицинском уровне. На сегодняшний день проблема онкологических заболеваний остается одной из важнейших. И потому необходимо пройти своевременное обследование, которое поможет выявить болезнь и устранить ее на раннем этапе. Дана Плеева, Капурчих, Киев. Новости 24.